Святой благоверный князь Роман Олегович Рязанский в миру Ярослав родился незадолго до нашествия татар на русскую землю в 1237 году. Он происходил из доблестного рода рязанских князей, заботившихся о вере и благочестии, и святой князь умножил добродетели своих предков, прославив рязанскую землю подвигом исповедничества. Детство и юность святого князя Романа пришлись на самый первый период монголо-татарского ига, и это оставило отпечаток на судьбе князя Романа. Он лишился родителей. Об отце святого, князе Олеге Игоревиче, известно, что он был взят Батыем в плен и вернулся на родину в 1252 году. Неизвестно, как уцелел от татар юный князь Роман. Существует предположение, что он был увезен епископом рязанским и муромским Ефросином-святогорцем в Муром. Лишенный родных и крова, святой князь Роман с юности шел к исповедническому подвигу путем скорбей и страданий. Воспитание его было по благочестивому русскому обычаю церковное. Кроткий князь с юности пламенел любовью ко Христу и утверждался в православной вере. Благочестие и терпение, любовь к отчизне и совершенная преданность воле Божией отличали будущего страстотерпца и исповедника. Когда отец вернулся из татарского плена, благоверный князь был уже семейным человеком. Его супруга, княгиня Анастасия, происходила из рода великого князя Киевского и отличалась искренней верой и благотворительностью. Трое сыновей, княжичи Феодор, Ярослав и Константин, воспитывались в благочестии и страхе Божьем. 20 марта 1258 года, после кончины отца, перед смертью принявшего монашеский постриг, благоверный князь Роман вступил на престол обширного Рязанского княжества, которое в то время медленно оправлялось от татарского погрома. Святой князь Роман принял управление княжеством с одной надеждой на промысл Божий и в продолжение 12 тяжелейших лет своего княжения сумел сохранить рязанские земли от новых разорений. Благоверный князь со слезами молился о своей родине и старался облегчить участь разоренного народа. Словом и примером своей жизни он внушал окружавшим любовь к родной земле, и святой церкви. Татарские сборщики Дани, баскаки, злобились на святого князя, так как он постоянно удерживал их от насилия и заступался за обиженных. Однажды один из баскаков донес хану Мингу Тимуру, что благоверный князь Роман хулит хана и поносит его языческую веру. Нашлись люди, которые подтвердили клевету, и хан вызвал святого в Орду на суд. Спокойно выслушал печальную весть кроткий князь и стал собираться в Орду. К горести семейства и всех жителей Рязани, искренно его любивших. Отправляясь к хану, благоверный князь Роман распределил между сыновьями уделы своего княжества и причастился к святых христовых тайн. В Орде святой князь, по слову летописца, в клевете оправдался, но баскак наусти многие от князей татарских, и они на чаша нудите его к вере их. И по повелению хана благоверный князь должен был для своего оправдания принять их веру. В порыве благочестивого негодования и любви к вере Христовой он же глагола к ним не достоит православным христианам, оставя веру свою православную, приимати веру басурманскую. Тогда на чаша его бити. Он же глаголыша «Христианин есть, и воистину христианская вера свята, а ваша татарская вера погана есть». Он хотел еще говорить, но ему заткнули рот и, заковав цепями, бросили в темницу. В душном подземелье, связанный по рукам и ногам, святой князь Роман ослабевал телом, но укреплялся духом. Покорность промыслу Божию, бывшая одной из основных добродетелей его жизни, поддерживала страдальца и вливала в него новые силы для перенесения наступивших мучений. Князь предчувствовал, что его ожидает, и только молился. Жребий его уже был решен ханом. Он дал татарам повеление умертвить благоверного князя Романа. С жестокими ругательствами извлекли мученика из темницы и повели на место казни. Князь спокойно шел на мучение. Пришедший на место казни, святой в последний раз решил испытать силу своего слова над варварами и начал укорять их в суеверии и жестокости. Но ему отрезали язык, а затем выкололи глаза. Бесчеловечие мучители не пощадило ни одного члена-страдальца. Святого страстотерпца рубили по частям, начиная с пальцев рук и ног, а закончили тем, что отсекли целиком руки и ноги. Такие страдания претерпел в Орде доблестный князь Рязанский Роман Олегович в девятнадцатый день месяца июля 1270 года. Предание гласит, что святые мощи мученика Романа Рязанского были тайно перенесены в Рязань, и там с благоговением преданы земле. Место погребения осталось неизвестным. Церковное почитание благоверного князя Романа в лике святых началось сразу же после его мученической кончины. Летопись говорит о святом. «Купи себе страстью Царствие Небесное, и венец прият от руки Господней». Святый благоверный княже Романе. Моли Бога о нас! Субтитры создавал DimaTorzok